Притчи Иисуса 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 к музыке. Но как-то так получилось, что когда я ходил в школу, родители не отдали меня в музыкальную школу, и получается, что я этот талант в себе так и не развил. И вот, читая эту притчу, вы знаете, я вот думаю, задаю себе такой вопрос. А значит ли это, что я закопал свой талант музыканта? Но этот вопрос очень серьезный, потому что мы знаем, что Господь достаточно серьезно относится к талантам, которые Он дал. И мы видим, как Он наказал этого последнего раба из этой притчи. И вопрос, это получается вопрос спасения. Так неужели Господь меня будет наказывать через какое-то время, когда Он придет на землю, за то, что я, например, не использовал свой талант музыканта? Более того, вы знаете, я, например, сейчас работаю в учебном заведении, и я очень часто вижу молодых людей, которые сами не знают, какой у них талант. Например, они приходят, поступают на одну специальность, проучатся несколько лет, потом они понимают, что это не их, и они находятся вот в каком-то таком поиске. Да и вы сами знаете ли вы все таланты, которыми вы обладаете? Я хочу рассказать вам еще одну историю, которая тоже говорит, кстати, о талантах. Наверняка многие из вас знают о таком человеке, как Альберт Швейцар. По крайней мере, студенты богословского факультета должны его знать, потому что он является известным богословом. А студенты музыкального факультета тоже должны его знать, потому что он в свое время был также очень известным музыкантом. Так вот, этот человек, Альберт Швейцар, где-то приблизительно, когда ему было около 30 лет, он был уже очень-очень известен. Он написал несколько очень известных книг по богословию, и он был известным богословом в свое время, то есть он преподавал в университете, и все было хорошо. Более того, он еще и был очень хорошим органистом. Он был одним из самых лучших органистов в Европе. Он давал концерты органной музыки, и на эти концерты приходило очень много людей. Более того, он написал книгу о творчестве Иоганна Себастьяна Баха. И эта книга была переведена на множество языков и до сих пор считается, наверное, одной из самых лучших биографий этого великого музыканта и композитора. И вот Альберт Швейцар, когда ему исполнилось 30 лет, решил в буквальном смысле слова закопать все свои вот эти таланты. И что он сделал? Когда ему было 30 лет, он отправился в одно миссионерское общество и сказал, что он хочет поехать в Африку и там служить Богу как миссионер в Африке. Вы знаете, вот тут возникла некоторая проблема. И проблема заключалась в том, что вообще он был представителем, скажем так, либерального богословия. И в миссионерском обществе они так на него посмотрели и сказали, что нам вот доктор богословия с такими либеральными взглядами не нужен в Африке. И тогда он спросил у них, а что вам нужно? То есть кто вам нужен в Африке? И они ему сказали, что им нужен врач, доктор. И тогда что делает Альберт Швейцар? Он поступает в университет опять на доктора, чтобы учиться на доктора. И через 5 или 6 лет, когда он заканчивает этот институт, он опять обращается в миссионерское общество. И теперь, так как он имеет диплом врача, они просто не могут ему отказать. И вот он отправляется в Африку. И в Африке он проводит практически всю оставшуюся жизнь. Только на небольшие промежутки времени он возвращается назад в Европу. И представьте себе, в Африке он там живет вместе с африканцами, людьми, которые никогда не слышали орган. И там, в принципе, ему и некому играть на органе. Людьми, которые не разбираются в богословии. Другими словами, можно сказать, что он практически закопал вот те таланты, которые ему Бог дал. И вы знаете, прошла Первая мировая война. Про него практически все забыли. Но он находился там, в Африке. Прошла Вторая мировая война. И через некоторое время о нем вспомнили. И в 1952 году Альберта Швейцера пригласили в Стокгольм. И вы уже понимаете, зачем. Для того, чтобы вручить ему Нобелевскую премию мира. И вот я задаю такой вопрос. Как вы считаете, Альберт Швейцер закопал свои таланты или нет? Но ведь он был музыкантом, и он перестал играть и радовать других людей своей игрой на органе. Он был богословом, но он перестал писать книги о богословии. Все, что он делал, это проповедовал африканцам, лечил их и пытался им рассказать об Иисусе Христе. Итак, давайте все-таки посмотрим еще раз на эту притчу. О чем же на самом деле она? И что хотел сказать Иисус Христос, когда рассказал своим ученикам эту притчу? И когда мы ее читаем, здесь, в этой притче, давайте обратим внимание на вот этого слугу, на третьего слугу. Потому что с первыми двумя, в принципе, здесь и так все понятно. А вот третий слуга, смотрите, давайте попробую пересказать эту притчу своими словами. Представьте себе такую ситуацию, что к вам приходит какой-то богатый человек и говорит приблизительно следующее. Он говорит, ты знаешь, у меня вот есть, ну, представим, миллион долларов, да? Я уезжаю в какую-то другую страну и вот не знаю, что нужно сделать с этими деньгами. Дело в том, что вот в банк отдать, ну, банк отдать боюсь, потому что банки сегодня какие-то ненадежные. Вложить в какие-то ценные бумаги тоже как-то ненадежно, потому что ценные бумаги тоже сегодня что-то стоят, завтра они могут ничего не стоить. А вот я знаю, что ты человек честный, вот я хочу эти деньги доверить тебе. И вот он дает вам один миллион долларов. И вот как вы поступите с такими деньгами? Ну, подумайте сами. Вложить в банк ненадежно. Держать дома тоже опасно. Наверное, самый простой и легкий, ну, как бы метод, что можно сделать с такими деньгами, это взять их, закопать куда-то, посадить там цветочек, чтобы не забыть то место, где они закопаны. И вот, и когда хозяин денег приходит опять, то можно ему выкопать эти деньги, отдать ему и сказать, вот, ты мне поручил эти деньги, я тебе их возвращаю. И вот действительно, обратите внимание, ведь поступок этого третьего слуги, он не является каким-то плохим поступком. Ведь он же не украл эти деньги. Правильно? Он их не растратил. Он их сохранил. Хозяин пришел, и он эти деньги ему вернул. Почему тогда хозяин так жестоко наказывает этого слугу? И, наверное, вот ответ на этот вопрос, он содержится в тех словах, каким образом слуга отвечает на вопрос хозяина, как он поступил с его деньгами. И давайте прочитаем. Это 24 и 25 текст. Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Мы видим, что здесь слуга как-то интересно характеризует своего хозяина. Он говорит, «Я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». И вот мы видим, что проблема заключается в том, что он, как он относится к своему хозяину. То есть он смотрит на хозяина и видит в нем человека жестокого. Но если мы читаем притчу, то мы можем увидеть, что на самом деле хозяин таким не является. Наоборот, он является достаточно добрым человеком. Ведь смотрите, что он делает. Он свое имущество доверяет кому? Доверяет рабам. В принципе, в то время мы знаем, что это был обычный метод ведения домашних хозяйств, скажем так. Если какой-то человек уезжал на какое-то длительное время, то обычно он должен был поставить кого-то, управляющим над своим имуществом. И зачастую, как поступали богатые люди, в то время они выбирали какого-то раба, который был достаточно смышленым, который хорошо мог обращаться с хозяйством. И тогда они ставили его главным, и он был управителем над всем. Хороший пример этому – это пример Иосифа, который в доме Патифара, хотя он был раб, но он был, по сути дела, управителем всего имения своего хозяина. Так вот, смотрите, что делает хозяин. В первую очередь он доверяет эти деньги, достаточно большие суммы денег, своим слугам. А теперь смотрите, что он дальше делает. Когда они приходят и приносят ему отчет, вполне логично было бы, чтобы он забрал у них эти деньги. Правильно? Или, по крайней мере, вот те проценты, которые они заработали, чтобы он забрал себе. Но мы видим, что он так не поступает, потому что в дальнейшем мы видим, что тот человек, который приобрел пять талантов, у него было пять, он приобрел пять, но теперь у него десять талантов, и все эти десять талантов остаются у него. Второй момент, который здесь, в этой притче, также вызывает некоторое смущение, это то, что как вообще хозяин говорит об этих талантах. Когда вот этот третий слуга приходит и говорит, что я закопал талант, и возвращает хозяину один талант, то он говорит, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а не умеющего отнимется и то, что имеет. И вот вот эта фраза, она также достаточно интересная, потому что мы обычно привыкли говорить так, что нужно отдать тому, кто не имеет. А здесь сказано так, тому, кто имеет, он получит еще, а тот, кто не имеет, у него отнимется даже то, что он имеет. Более того, здесь еще один такой интересный момент, если мы рассмотрим эту притчу, мы можем отметить. Дело в том, что на самом деле данная притча, она находится в таком интересном разделе Священного Писания. Перед этим Иисус Христос в 24 главе рассказывает о признаках своего второго пришествия. И после того, как Он рассказал о признаках своего второго пришествия, Он начинает говорить со своими учениками, рассказывать им о нечто в притчах. И можно сказать так, что вот те признаки второго пришествия, которые описаны в 24 главе Евангелия от Матфея, они объясняют то, что должно происходить в мире перед вторым пришествием Иисуса Христа. А вот эти притчи, они больше акцентируются на том, что должно происходить в церкви перед вторым пришествием Иисуса Христа. Еще эти притчи, записанные в 25 главе Евангелия от Матфея, называют эсхатологическими притчами. То есть это то, что должно происходить перед вторым пришествием Иисуса. И вот если посмотреть на эти притчи именно с этой точки зрения, то их ценность еще больше повышается, потому что получается, что они учат не просто какие-то моральные уроки хотят нам дать, но они говорят о том, что будет происходить перед концом этого мира и какая ситуация будет в церкви перед вторым пришествием. Итак, сегодня, сейчас я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Дело в том, что вот эта вот фраза, которую говорит Иисус Христос в этом услуге, «Возьмите у Него талант, тот, который у Него есть, и отдайте имеющему 10 талантов», она имеет ряд интересных параллелей в Евангелии от Матфея. Если мы откроем 21 главу Евангелия от Матфея, и здесь Иисус Христос в конце этой главы беседует с фарисеями. И когда Он беседует с фарисеями, Он говорит им следующие слова. 43 текст. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его». Другими словами, можно сказать, что вот эта фраза, она похожа на то, как Он поступает с третьим слугой. И действительно, между фарисеями и третьим слугой можно провести ряд параллелей. Смотрите, что Он говорит с фарисеям. «У вас будет отнято Царство Божие, потому что вы его хотели только для себя сохранить, вы не хотели ни с кем этим царством делиться, и оно будет отдано тем, кто приносит плоды. И Он поступил точно так же с этим слугой». То есть Он забрал у Него один этот талант и дал тому, кто приносил плоды. Таким образом, получается, что талант в этой притче не означает какие-то наши естественные дарования или наши естественные наклонности, но он означает нечто большее. Другими словами, Он говорит о Царстве Божием или о спасении. И если рассмотреть дальше эту притчу, то надо понимать, что каждую притчу необходимо толковать в ее каком-то контексте. И если посмотреть, что предшествует этой притче, то мы можем увидеть, что перед этой притчей идет притча о десяти девах. И на первый взгляд между этими притчами нет никакой связи. Там девы, которые ждут жениха, тут хозяин и слуги. Но на самом деле связь есть. И смотрите, что мы можем сказать об этих притчах. Дело в том, что в каждой из этих притч есть одинаковые группы героев. Например, в первой притче у нас есть жених и есть разумные девы и неразумные девы. И также есть масло. Если говорить о второй притче, о притче о талантах, то у нас есть хозяин, есть, скажем так, разумные слуги, те, которые умножили таланты. И есть неверный слуга, тот, который талант не умножен. И если там есть Святой Дух, то здесь есть именно этот талант. То есть речь идет именно о талантах. И мы все прекрасно знаем о том, о чем говорит притча о десяти девах. И что является масло, то есть символом чего является масло в этой притче. То есть масло в этой притче – это символ Духа Святого. И можно предположить, что притча о талантах – это также является продолжением вот этой вот притчи о девах. И Иисус Христос как будто бы дальше хочет нечто объяснить. Вот смотрите, в первой притче, в притче о девах, Он говорит, что очень важно иметь Святого Духа, то есть перед вторым пришествием это будет очень и очень важно. Но данная притча не объясняет то, каким образом этот Дух Святой можно приобрести. Она просто константирует факт, что перед пришествием это очень важно иметь. Но притча о талантах, она продолжает эту же самую тему. И, по сути дела, она рассказывает о том, каким образом Дух Святой можно приобрести. Итак, если предположить, что действительно талант – это не просто наши какие-то естественные наклонности или наше дарование, но что талант – это Дух Святой, то тогда эта притча приобретает совсем-совсем другое значение и другое важное значение. И действительно, когда Иисус Христос уходит из нашей земли, покидает нашу землю, то Он нам, ну и всем верующим, и апостолам, не оставил никакого другого дара, не дал никакого другого дара, кроме дара Святого Духа. Например, в Евангелии от Иоанна, 14 глава и 16-18 текст. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Итак, действительно, данная притча, данная притча о талантах, говорит больше, чем просто о каких-то наших естественных наклонностях и дарованиях. Но данная притча говорит о том, что перед пришествием Иисуса Христа, но и не только перед пришествием Иисуса Христа, очень важно иметь Святого Духа. И когда Иисус Христос придет, вернется назад на нашу землю, Он не будет нас судить о том, например, что если я, например, должен был быть каким-то бизнесменом, бизнесменом, а я вдруг почему-то бизнесменом не стал, то есть не будет меня судить за то, что я закопал свой талант, свой талант бизнесмена. И Он не будет меня судить, наверное, за то, что я мог быть музыкантом, а не стал музыкантом. Но о чем меня действительно спросит Иисус Христос на последнем суде, это то, как я распорядился с этим самым ценным даром, который Иисус Христос дает каждому верующему человеку. И это дар Святого Духа. Я хочу рассказать еще одну такую небольшую историю, как иллюстрацию. Один испанский философ, Унамуна, рассказывал о римском акведуке в Сеговии. Этот акведук был построен в 109 году нашей эры. И он был построен римлянами. И вот этот акведук, это трубопровод, не знаю, как его еще по-другому назвать, то есть это способ, каким римляне доставляли воду из гор, например, в город. Так как римляне вообще очень любили все, что связано было с водой. И для них вода была очень-очень важна. И вот римляне построили в Испании этот акведук примерно в начале 2 века нашей эры. И этот акведук просуществовал до 19 века. То есть 1800 лет он существовал. Но в 19 веке люди так подумали и сказали, что все-таки этот акведук является архитектурным сооружением и он является такой архитектурной памяткой. Поэтому его нужно необходимо каким-то образом сохранить от разрушения. И нехорошо, что ним до сих пор пользуются. Поэтому они проложили рядом с этим акведуком современные трубы. И когда они проложили современные трубы, то они воду пустили не по акведуку, а по этим трубам. И что, как вы думаете, произошло с этим акведуком? А почему он разрушился? Да, он засох. Если раньше по нему текла вода, и эта вода давала влагу, и она его охлаждала, то теперь жаркое солнце, оно начало разогревать эти камни, и эти камни, не имея вот этого охлаждения, начали разрушаться. Вы знаете, почему я привел вам эту историю, эту иллюстрацию? Потому что что-то подобное происходит и с нами. Бог создал нас для того, чтобы Дух Святой в нас жил. И если у нас нету Святого Духа, то что происходит с нами, как с Личностью? Мы начинаем, мы начинаем разрушаться. И вот сегодня я бы хотел тогда задаться таким вот очень важным вопросом. А что значит приобрести этот талант Святого Духа? И как мы можем его приобрести? И в Библии есть очень много текстов, которые говорят как раз об этом. Например, послание апостола Павла к римлянам, 8 глава и 22-23 текст. Апостол Павел говорит такие слова. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». И вот здесь Павел использует это тоже как иллюстрацию. Он говорит, «Мы имеем начаток Духа». И вот это слово «начаток» это как первый плод, первый плод Духа. И Павел рисует здесь такую картину. Когда мы уверовали, Бог дает нам начаток, первый плод Святого Духа. Но первый плод это не есть еще весь урожай. Это только начало этого урожая. И сам урожай намного больше, чем только первый плод. Другими словами, Библия говорит нам о том, что Бог всем верующим дает дар Святого Духа. Но теперь наша задача вот этот вот дар приумножить. И приумножить этот дар это значит, что мы теперь должны общаться с Богом, общаться со Святым Духом намного, намного больше для того, чтобы иметь вот этот дар в преизбытке. И сразу же, конечно, хочется вспомнить пример Елисея. Вы помните, что когда Илья должен был быть забран с этой земли, то Елисей просит у него, и что он у него просит? Духа вдвойне. Он понимает, что только с Духом Святым он сможет выполнить ту миссию, которая была на него возложена. Итак, если Дух Святой личность, то мы можем иметь, чем больше мы имеем общения с Ним, тем больше этот дар умножается в каждом из нас. И здесь используется такой духовный закон. Если ты что-то не используешь, если ты не используешь этот талант, то ты его теряешь. И можно привести много примеров тех людей, которые когда-то потеряли Духа Святого. Например, тот же самый Саул. Когда он начинает служение, и действительно Господь дарует ему этот дар, Дар Духа Святого. Но через некоторое время мы видим, что он этот дар не использует. То есть он его не умножает. И если он его не умножает, то это значит, что он его теряет. Точно так же апостол Павел во втором послании Коринфианам, пятая глава, второе послание Коринфианам, пятая глава, и четвертый, пятый текст говорит подобные вещи. Ибо мы находясь в этой хижине вздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И вот он использует еще одно слово очень важное. И вот слово, которое используется здесь как залог, оно встречается всего лишь несколько раз во всей Библии. Оно встречается здесь и встречается еще один раз в истории о Фомаре. Потому что Фомаре, если вы помните, она обманула своего тестя и взяла у него одежду как залог, части одежды как залог. И вот для нее было очень важно сохранить этот залог, для того, чтобы потом предъявить и показать, что она на самом деле права. И вот действительно залог это то, что дается на какое-то время. И поэтому для нас тоже очень важно сегодня сохранить этот залог спасения, который дает нам Господь Иисус Христос. И этот залог спасения это Дух Святой. Итак, мы видим, что притча о талантах на самом деле это не притча о наших дарованиях, это притча о Святом Духе. И вот если у нас есть Святой Дух, то это значит, что никто не может его у нас украсть. Но также это значит, что мы не можем поделиться Святым Духом с кем-то еще, потому что это наши личные взаимоотношения с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok